Друзья, меня зовут Ковалевская Анастасия, я преподаватель Международной школы искусств арт-метьер. Данный вебинар организован совместно с онлайн-магазином Sketch Markers Club. Тема нашего сегодняшнего урока – рождественский пряник. Материалы, которые мы будем использовать в ходе работы, предоставили нам наши друзья онлайн-магазин Sketch Markers Club. Давайте начинать. Начинаю я всегда с карандашного наброска. Я хочу вас сразу же предупредить, что я буду рисовать линию немножечко толще и жестче, чем нужно. Вы же в своей работе введите тон немножечко полегче, чтобы была возможность потом его без остатка стереть. Итак, начинаем мы с вами с карандашного наброска. Перед тем, как начать, я всегда обозначаю себе границы своего рисунка, чтобы в дальнейшем моя работа никуда не поехала по формату. Итак, давайте обозначим верхнюю, нижнюю, левую и правую границы. То есть примерные пропорции. Пока что не нужно все детально прорабатывать, просто общие пропорции рисунка, чтобы рисунок в дальнейшем никуда не поехал. Так, верхняя, нижняя, левая и правая. Теперь я начинаю общими линиями продолжать уточнять свой рисунок. На данном этапе не нужно сразу же переходить детализацию, уточнять каждую детальку нашего пряника. Достаточно просто вести работу общими линиями. Потому что в ходе уточнения и построения детали у нас что-то может сдвинуться с места. И чтобы лишний раз все это не стирать, сейчас важно провести только общие линии. Спасибо. 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 Так, я наметила форму домика. Теперь могу переходить к уточнению формы самой птички. Тоже я пока что рисую такими угловатыми штрихами. Просто чтобы она у меня хорошо вписалась в формат. Скетчинг не подразумевает идеально проработанную работу с точной детализацией, с точным соответствием потона. Поэтому не нужно сокрушаться, если какие-то детали у вас вышли не с точностью, точно так же, как на референсе, или точно так же, как если вы рисуете, например, с натуры. В этом, по сути, есть прелесть скетчинга. То есть это быстрый рисунок. Наша задача передать прежде всего ощущение от того, что вы видите, то, как вы это воспринимаете. Поэтому я здесь не стараюсь досконально передать все изломы, форм у птицы, все детали. Я буду рисовать более обобщенно. Спасибо. 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 Так, ну вот, когда мы уже видим более-менее общую картинку, нам уже понятны пропорции, мы можем переходить к уточнению. Опять-таки, степень детализации зависит только от того, насколько вы хотите ее проработать. Например, мне достаточно уже такого наброска, чтобы переходить к отрисовке деталей линером. Но в данном случае, чтобы показать вам какие-то моменты, я, конечно же, уточню все карандашом. Вот, чтобы у меня не было сейчас много линий, и чтобы не запутаться, я немножечко сотру общий тон клячкой, после чего перейду к уточнению. Лучше брать клячку, нежели ластик, по той причине, что клячка, она как раз-таки снимает тон, что в данном случае нам очень-очень нужно. И, к тому же, она не так сильно повреждает бумагу, в отличие от ластика. Так, я сейчас начинаю уточнять детали. Линию, опять-таки, буду делать более жесткой, чем нужно, для того, чтобы вам все было прекрасно видно. Изломы, не изломы, а вот формы самого листика я не буду пока что прорабатывать. Это все я сделаю уже непосредственно линером. Пока что просто намечу саму форму листика. Парочку ягодок. Продолжение следует... Обратите внимание, да, что наш домик, так как он пряничный, прежде всего, у него все углы имеют скругление. Поэтому об этой важной детали не стоит забывать. Если мы сделаем углы очень острыми, у него пропадет в рисунке такая игрушечность. Поэтому, если мы с вами хотим сделать такую вкусную иллюстрацию и передать именно настроение, что это у нас что-то такое печеное, игрушечное, поэтому и углы лучше везде скруглять. Так, и сейчас мне нужно проработать птицу маму. Ее я уже хочу проработать более досконально, в отличие от самого домика, поскольку она у нас главный персонаж в тайной иллюстрации, ей нужно уделить больше всего внимания. Еще обратите внимание, да, что птичка у нас, как бы, это печенька, вот она имеет толщину, не запутайтесь с толщиной и с самим рисунком птицы. И тоже печеньку скругляем. Сейчас я здесь поправлю голову, потому что потерялся хохолок. Мне нужно его обязательно подчеркнуть. Птичка. 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 Чуть-чуть сделаю поменьше грудку, чтобы она не так сильно упирала. И более округлая крылышка. То есть некоторые детали в ходе работы я даже могу рисовать более утрированно, в отличие от оригинала. Например, хочу чуть-чуть вытянуть грудник. Так, и внизу у нас еще есть такая дверца. Тоже ее наметим. Так, ну с карандашным наброском мы разобрались. Теперь переходим к обводке линера. Линер в данном случае у нас представляет не только графичную линию, но и является неким резервом для маркеров. То есть маркеры имеют свойство растекаться на бумаге, поскольку чернила у них довольно жидкие. Вот поэтому для начала я всегда обвожу работу линером и после только начинаю работу уже непосредственно маркерами. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обведем толщину до нашего печенья. Также я в работе никогда не веду сплошных одинаковых вопросов. Мне удобнее обидеть более разомкнутый контур по той причине, что такой контур легче редактировать. Особенно это касается, когда вы рисуете какие-то эллипсы, то есть, например, чашки, стаканы или какую-то округлую посуду. То в этом случае контур удобнее размыкать, чтобы провести более ровные границы. Также некоторые детали, особенно которые у меня на белом цвете или имеют какой-то очень светлый оттенок, я тоже не прорабатываю линером по той причине, что черный цвет в данном случае смотрится довольно грубо. Иногда такие вещи лучше стоит не обводить, а просто потом аккуратненько проработать непосредственно маркерами. Продолжение следует... Например, видите, что здесь у меня на картинке... Что здесь у нас на картинке присутствует орнамент белый, поэтому я здесь обязательно буду вести разомкнутый контур, чтобы в дальнейшем не была возможность писать эти узоры. Их, конечно же, мы будем прорабатывать не маркерами, а в принципе мелкие белые детали. Не нужно на них обращать внимание в процессе работы. Их, как правило, прорабатываем в конце белой гелевой ручкой. Ну, просто чтобы не перебивать в дальнейшем белой ручкой тон линера, я заранее оставляю себе такие небольшие промежутки. Птицу я обвожу сначала по внутреннему контуру. Вот крыло я не буду доводить до самого края, просто чуть-чуть обозначим. Обозначим прерывистой линией и обозначим грудку. И теперь уже можем добавить толщину. Продолжение следует... Основные контуры мы обвели. Сейчас я буду намечать легкой линией внутренние узорчатые контуры. Хочу показать вот этот красивый ободок возле птички. И хочу показать контуры на двери. Спасибо. 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 У нас есть интересный орнамент. У нас есть интересный орнамент. Здесь внутри тоже я его не обвожу сплошной линией. просто таким легким контуром намечаю для себя, чтобы, во-первых, не забыть при прорисовке. И чтобы даже если у меня маркеры растекутся или после высыхания слишком посветлеют, чтобы общие какие-то намеки на орнамент оставались. Так, сработка мы закончили. Теперь можно стирать карандашный набросок. Лучше это всего сделать уже после проработки линером. Убедитесь обязательно перед стиранием, что линер у вас высох, потому что некоторые линеры, которые имеют другой состав, они сохнут немножко дольше. Или если вы рисуете более толстым линером. Поэтому перед тем, как стирать, убедитесь, что он подсох, иначе просто линия может размазаться. И стираем набросочек. После работы маркером карандаш уже будет не стереть, поэтому здесь важно стереть все очень-очень хорошо. Опять-таки я стираю здесь все клячком. На данном этапе можно уже и стирать и на резинках. Просто мне очень нравится работать клячкой, она очень мягко все снимает. Особенно хорошо нужно стереть весь карандашик, если у вас есть детали белого из очень светлых оттенков. Чтобы карандашик под слоем не был виден. Мы можем переходить к цвету. Работу маркерами я всегда начинаю со светлых оттенков, поскольку я веду работу постепенно. Со светлых и постепенно затемняя основу. Так, начнем мы с красных оттенков. Для этого я возьму такой маркер легкокрасного оттенка и прокрашу им все наши красные детали. Почему я не начала с белого цвета? Белый оттенок лучше оставлять всегда напоследок, потому что его очень легко перетянуть. Поэтому сейчас я сначала проработаю все наши красные детали. Сейчас вижу, что у меня не прорисованный остался уголок. Вот, белый цвет очень легко перетянуть. Поэтому я всегда начинаю с каких-то цветных деталей. И только потом, видя уже общий тон, видя уже насколько контрастную картинку я хочу получить по итогу, я приступаю к проработке белых оттенков. Если у вас есть какие-то широкие области для заливки, в данном случае я работаю тоненькими перьями. Но для больших заливок лучше всегда брать широкий наконечник, чтобы ваша заливка была более равномерной. И вот наконечник кисточка. Продолжение следует... Так, с другой стороны мы крышу видим только чуть-чуть, точнее даже орнамент от красной крыши. Поэтому я просто проведу линию. Закрасим также ягодки. И птицу. Можете заметить, что на референсе у нас есть мягкие блики. То есть такое мягкое белое свечение. А пока что я эти детали не трогаю, поскольку такие блики я проработаю в самом конце нашей самой работы белым пастельным карандашом. И в принципе белый пастельный карандаш лучше всегда использовать для создания бликов, например, на стекле или на каких-то матовых поверхностях, в которых есть очень-очень мягкий такой светлый блик. Можно, конечно, это передать и маркерами, но тогда нужна достаточно большая палитра, чтобы сделать хороший переход. Просто можно не усложнять себе жизнь и взять белый пастельный карандаш. И проработаем дверь. Плюс у нас еще есть орнамент. Я вижу такие маленькие горошинки тоже красного цвета. Их мы сейчас тоже наметим. Тогда давайте начнем. немножко другой маркер тоже красного цвета и сейчас намечу детали я рисую все довольно примерно так на глаз не вымеряя расстояние между деталями в идеале конечно в таком классическом скетчинге нужно рисовать даже без карандашного наброска в данном случае у нас довольно такая сложная композиция поэтому мы с вами использовали и карандаш чуть-чуть добавляю такого рыжеватого оттенка на птичку заполняем пробелы если они у меня где-то есть сейчас переходим затем у меня довольно темный маркер я буду делать очень резкие тени вот и сразу же буду обозначать объемы на печенюшках что касается вот такого горизонтального орнамента я не буду пересчитывать какое там у нас количество этих линий как они идут на каком расстоянии не достаточно просто наметить показать только общий намек что да такая текстура есть и в принципе зрителю этого будет уже достаточно с другой стороны тоже немножечко покажем текстур переходим к ягодам я начинаю затемнять ягоды снизу поскольку основное освещение у нас идет нашего домика сверху значит тень собственная тень на печеньках будет по нижней границе я провела тень снизу теперь мне нужно сделать размывку я беру наш предыдущий красный маркер и размываю по границе чтобы цвета смешались так теперь переходим к птице у неё забыли еще прокрасить клюв показываем тень сверху тень сверху появляется здесь в данном случае из-за того что сама печенька да имеет как я уже говорила округлую форму вот и как раз таки из-за этой формы для того чтобы показать объем мы показываем тень еще и сверху здесь же цветом уже я показываю эту границу крыла о которой говорила что не хочу очень жестко намечать ее непосредственно линером в принципе даже темные маркеры их можно использовать в качестве как обводки но они в отличие от линера склонны больше растекаться по бумаге поэтому здесь уже вопрос того насколько вам нравится этот эффект я люблю чтобы у меня все было очень графично без лишних растеков поэтому я предпочитаю всегда все детальки обводить сначала линером и потом уже приступать к маркерам но знаю что многие иллюстраторы предпочитают и обратный ход то есть наоборот сначала вести работу маркерами а потом если можно уточнить какие-то детали линером так мы обвели теперь опять не нужно размять нашу границу сейчас я взяла довольно резко контрастные цвета но мне так даже больше нравится чтобы сделать более плавный переход берите цвета не такие разные по тону чтобы у них была разница хотя бы там один или два шага чем более близкие по тону оттенки да если например сейчас мы рисуем с вами красными вот если мы с вами берем красные оттеночки которые рядом лежат друг с дружкой по цвету то конечно у нас получится более плавный переход чем более разные цвета то есть светлые темные мы с вами берем тем более резкая граница у нас получается сейчас я хочу добавить теплого оттенка такого оранжеватого который у меня будет работать так же как переходный и так же его нанесу сюда на домик не забываем да что у нас также есть общая тень поэтому крышу этим цветом я чуть-чуть затонируем вот вот чтобы это и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока что я прорабатываю все довольно сплошняком. То есть белые орнаменты, как я уже говорила, мы обозначим потом в конце белой ручкой. Поэтому сейчас не нужно бояться вырисовывать орнамент и просто закрашиваем сплошной заливкой наше печенье. Не забываем прокрашивать боковые толщинки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поскольку материал у нас перманентный и у нас уже не будет с вами возможности в дальнейшем работу высветлить. Продолжение следует... 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 просто чтобы было понятно что это за материал на ночь общие тени вот а теперь уже тоненьким пером я перехожу из нашей заливки такую текстуру то есть мы добавляем пористости нашему тесту не обязательно это делать везде то есть я это делаю местами также иногда такая текстура может использоваться вместо размытки то есть тоже как способ сделать переход просто это смотрите немножко графично вот но в данном случае это даже нам больше на руку в принципе никогда не пренебрегая такими вещами в иллюстрациях мне кажется это добавляет такую игривость плюс обращайте внимание на то что маркеры у нас имеет свойство накладываться несколько тонов да то есть даже при наложении одного и того же цвета друг на друга цвет у нас может получаться на несколько тонов темнее вот об этом тоже не стоит забывать то есть прокрасив один раз после высыхания можно прокрасить еще раз и вы получите более глубокий оттенок и сейчас проработаем тень на птички тоже не забыть добавить текстуру а а а Веточка, на которой у нас сидит птичка, имеет немножко другую текстуру. Здесь я не показываю ее не точками, а линиями. Плюс мы еще будем затемнять более темным оттеночком чуть позже, чтобы она у нас немножко отличалась от всей нашей пряничной истории. И также покажу вот у самого края тоже из печенья. Я тоже покажу обязательно. Так, вязать у меня уже нижний уровень. Обратите внимание, что я не подвожу темный оттенок к самому краю формы. Это делается с той целью, что любой объект, стоящий на поверхности, у нас имеет рефлекс. То есть цвет, который падает на поверхность, отражается и попадает на наш объект у нижней границы. Поэтому самый низ, близ соприкосновения с поверхностью, на которой стоит объект, имеет более светлый оттенок, нежели тени. Это важный момент. О нем не стоит забывать, потому что благодаря таким основам мы с вами можем показать объем на наших предметах. В принципе, я бы даже здесь, наверное, ничего не размывала. Мне нравится, как получаются переходы. И скажу вам, пока маркеры даже сырые, то есть мы наносим только нанеся свой, наносим сразу же другой. Иногда даже не требуется размывка, по той причине, что маркеры уже сами за себя начинают смешиваться. Вот как у нас получилось в данном случае. Переходим к самому темному оттенку. Здесь важно не переборщить. Этим оттенком я покажу самую активную тень на нашей печеньке. Это с правого края под крышей, да, возле птички, поскольку нам нужно ее выделить. То есть выделим веточку и покажем еще тень на нижней границе вот левой крыши, да, чуть-чуть тоже подзатемнем. И плюс добавим легкую тень на нижнем ярусе. Вот почему не стоит переборщивать. Конечно, если вы любите, чтобы у вас были очень контрастные работы, то я ничего не имею против. Но когда вы начинаете везде добавлять одинаковое количество оттенков, ваша работа будет выглядеть совершенно не контрастно. То есть одинаковый потон. У вас просто потеряется объем. Да, это будет смотреться красиво по цвету, но нам важно также и показать объем в нашей работе. Об этом не стоит забывать. Поэтому каждого цвета можно добавлять в меру. Особенно с темными оттенками. И тоже добавляем немножко текстуру. Особенно хорошо будет добавить этот темный маркер на какие-то совсем светлые участки, чтобы текстуру было очень хорошо видно. Сейчас проработаю немножечко тени. Добавим пару капелек. Очень удобно работать маркером с наконечником кистью, как в данном случае работаю я. Поскольку маркер с таким наконечником позволяет делать очень мягкие переходы даже без размывок. Благодаря своему пюру мазки получаются, как можете заметить, очень мягкие и очень плавные. Такими маркерами очень удобно рисовать бетонические сюжеты. Там, где на цветочках нам важно показать плавный переход на лепестках. В принципе, если приноровиться, таким пером можно даже делать обводки. Поскольку его большой плюс, что он может давать линию одновременно, как сказать, вживую делать переход от более тонкой к более толстой линии. Вот что я в данном случае делаю. То есть я иду вот совсем тоненькая линия и перехожу в нужную мне толщину. То есть это очень удобно. Так, и теперь проработаем нашу палочку. Здесь я уже его добавлю немножечко побольше, показав тем самым еще и текстуру. И добавим тень еще слева края здесь. И чуть-чуть текстуру. Так, с тестом мы закончили. Теперь перейдем к светлым оттенкам. Здесь я хочу поступить немножко по-другому. Я не буду вести работу привычными серыми оттенками. Я пойду работать в цвет. То есть я буду брать легкие оттеночные цвета и работать ими как теневыми. Например, сейчас я беру такой светло-лиловый оттенок и буду работать им как теневым. Поскольку основной цвет у нас с вами теплый, да, то есть коричневый и красный. Поэтому в противовес им я возьму такой вот холодноватый лиловый. И буду работать им как теневым оттенком. Вы можете поступить так же или взять какие-нибудь серые. Будет смотреться тоже хорошо. Но я очень люблю добавлять такие живописные эффекты в работу, чтобы работа смотрелась интереснее. То есть когда у нас в работе больше цвета, больше оттенков, это всегда глазу, на мой взгляд, более приятнее. Вот. И что касается наших орнаментов, здесь я тоже обведу легким контуром возле нашей обводки линером. То есть как будто бы оставим внутри нужный нам белый оттенок. Также покажем теми на ободочке. Покажем еще текстуру на прянике. Видите, да, в чем прелесть работы таким маркером? Что линия получается очень легкой, очень мягкой. Конечно, к такому маркеру нужно принародиться, но... После того, как вы научитесь им работать, им можно создать просто невероятные эффекты. Так, и также здесь у нас еще наши дверцы, здесь тоже сверху орнаменту, мы тоже покажем. То есть сейчас я занимаюсь такими деталями, по сути, вот почему я их не стала прорабатывать линером. Просто чтобы не отвлекать особо зрителя, то есть чтобы они слишком не выделялись у нас от общей композиции. То есть мне достаточно их наметить сейчас такими оттенками, они показаны, но в то же время не перебивают внимание от наших главных каких-то элементов. Так, так же проработаем еще наши листики. Живеду линию вдоль обводки. Показываю углубление. Тим под ягодами. И сейчас мы еще покажем объем на наших листочках. Я только не веду сплошную линию, а как бы от углублений, чтобы просто снизу подчеркиваю форму. Чуть-чуть сверху покажу. Не хочу просто перебивать белый оттенок бумаги, поэтому я буду работать очень такими легкими мазками и не везде. Так, и у окошечка. Заметьте, да, что я пока что еще не прокрашивала наши отверстия у птички на клювике. То есть самые темные оттенки я пока что не намечала и ставила их на потом. Все это мы с вами укажем. Что касается сложного орнамента, который у нас с вами на левой стороне домика, мы не будем, конечно же, там все точно показывать, точно передавать. Просто давайте наметим такими легкими узорчиками, да, чтобы можно было понять, что здесь у нас что-то есть. А, там какая-то снежинка. Ну, вот так ее. В общем, тогда маскарину покажем. Спасибо. 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 Попробуем. Попробуем. Покажем легкую тень самого домика на нижнем основании. Даже размывки особо не требуются. Чуть-чуть показать еще орнамент, который у нас идет снизу. Сейчас противовес нашему оттенку я хочу взять более теплый номер. Бежим. 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 Бежиме пока же телох circumstanceっていう где-то Птицы. Оказательная птица. Теперь проработаем темные участки. Совсем черные оттенки, то есть совсем черный маркер лучше, конечно, не брать. Поскольку он нам может все перебить. Лучше брать или темно-серые оттенки. Или какой-нибудь цвет. Сейчас возьму такой тепло-серый, прокрашу им. Ну, в принципе, его будет достаточно. Если нужно будет, то я углублю оттенок в темно-коричневый. Так. 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 Еще раз этим номером пока что обрету тени, чтобы посильнее выделить птичку. Так. 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 Прокрасим. Осторожно, не закрасьте только глазик. Глазик нам важно сохранить светлым. Так. И сейчас возьму какой-нибудь холодный оттенок, чтобы при наложении у нас с вами получился серый. Так. 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 Продолжение следует... То есть в маркерах, так же как и с любым другим художественным материалом, работают правила колористики, что при соединении двух оттенков мы с вами можем получить третий. Поэтому иногда, если у вас, например, не хватает каких-то цветов, то в принципе можно его получить, соединив два других маркера. То есть при наложении можно получить нужный оттенок. Это, например, касается каких-то желто-зеленых, голубых, синих, фиолетовых в том числе оттенков. Я очень люблю всегда работать, пробовать новые какие-то колористические решения в работах. Что делать цветные тени, например, или добавлять какие-нибудь другие оттенки. Вот так работа приобретает интересный смысл. И выглядит интереснее. То есть в принципе мы с вами сейчас выполняем очень интересную задачу, поскольку мы работаем довольно графичным материалом, такой живописной техники. Поэтому, если материал дается бы экспериментировать, то нужно этим пользоваться. Сейчас посмотрим, что еще с деталями мы проработали тоном. И уже можем переходить к бликам. Так, нам еще нужно наметить падающую тень от самого домика. Я думаю, мы наметим совсем небольшую, потому что в принципе у меня получилось довольно крупненько все в формате. Поэтому тень я намечу очень-очень легко. Я пойду здесь наоборот от темных оттенков. То есть возьму наш такой тепло-серый, тепло-коричневый. Приведу линию близ самого домика. Теперь беру более светлый оттенок. Снежок за окном пошел. Делаем более широкую тень. То есть по сути правило как бы идти от обратного, у нас здесь тоже работает, конечно же, почему и нет. И можно вести работу так. Но на начальных этапах очень легко запутаться с тоном. То есть легко переборщить с темными. И потом не останется совсем места на темным. Поэтому мы с вами всегда начинаем со светлых. Сейчас сделаем такой лавандовый оттенок. Более теплый, чуть-чуть. Видите, как интересно играет теплый, коричневый, красный с такими фиолетовыми, лавандовыми. Еще раз говорю, можно, конечно же, взять серый. Мне нравится, когда такие интересные цвета. Добавляем таких. Чуть-чуть или минута. Так, ну что, с общим тоном мы с вами закончили. Теперь переходим к самому интересному этапу. Это проработка бликов. Как я уже говорила, мягкие блики на птичке и на крыше мы с вами наметим белым пастельным карандашом. Вот, но перед этим нужно проработать все белой ручкой. Лучше сначала проработать белой ручкой, поскольку пастельный карандашик, в зависимости от состава, может стираться, да, потому что вы будете работать ручкой и можете стереть его. Поэтому лучше сначала все проработать непосредственно белой ручкой, а потом уже прорабатывать белым карандашиком. Вот здесь уже, по сути, я работаю так, как мне нравится. Конечно, выделяю сначала нужные нам толщинки, да, показываю нужные нам детали. Вот здесь нам нужно не поскупиться на белую ручку, потому что у нас очень много интересных орнаментов. Вот, вот, тени слишком перебарщивать не можно с ним, да, чтобы зритель не запутался. Вот, а уже в местах света мы с вами можем проработать все как нужно. Вот, и теперь прорабатываем сам орнамент на печенье. То, о чем я говорила в самом начале, что мы с вами его проработаем в конце. Также ручкой можно убирать подтеки. Если где-то у вас маркер затек за линию, или вы переборщили, переусердствовали, такое тоже бывает, то на данном этапе это все можно очень легко и непринужденно убрать. Вот, хочу немножечко добавить блеска на ягоды. Еще орнамент. Сначала я проработаю всю нашу орнаментальную вот эту историю, а потом уже переведу к птице, поскольку ей мне хочется уделить побольше внимания. Спасибо. 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 И также я ее сейчас выделю на наши палочки, покажу текстуру и выделю. Вот, теперь начинаем прорабатывать нашу птичку. Здесь нужно тоже, во-первых, выделить ей глазик. Обязательно показать побольше бликов, поскольку она в данном случае у меня будет главной героиней, поэтому я хочу ее как можно сильнее выделить. Так. Спасибо. 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 Продолжение следует... При работе учеников советую не делать их одинаково размером, чтобы у нас не получился такой паттерн горошек. Лучше делать их разноразмерными, чтобы не читалась какая-то логика в этом во всем, а просто как декоративная линия нашей всей композиции. Так, срочка мы закончили и сейчас делаю карандашик, чтобы уже показать более маленькие брики. Опять-таки, да, можно было это все, конечно же, проработать и маркерами. Вот, ну, во-первых, на это бы ушло гораздо больше времени. Вот, и во-вторых, не всегда такое может получиться, просто маркеры могут затечь. Поэтому я всегда рекомендую лучше все прорабатывать пастельным карандашиком. Он, не в отличие от белой ручки, не перебивает тон совсем. То есть мы с вами общий цвет все равно видим. Он создает просто легкую подложку. То, что мы с вами в данном случае хотим добиться. Спасибо. Спасибо. Так, и чуть-чуть хочу. Затемнить глазик у нашей птички. Возьмем сейчас темно-коричневый, чтобы оттенок получился более насыщенный. и то же самое внутри. Чтобы посильнее выделить птицу, я хочу ее поместить на более темный фон. Так, ну что, на этом, в принципе, наша работа может считаться законченной. Мы с вами создали красивую, на мой взгляд, иллюстрацию, при этом обошлись довольно минимальным цветовым набором. И плюс сделали тени не привычными серыми номерами, а ушли в цвет. Вот, на мой взгляд, это тоже очень хорошее и удачное решение. Можно здесь еще чуть-чуть. Сейчас вижу, что у меня здесь подтек. Хочу его чуть-чуть убрать, чтобы он не резал глаз. Итак, давайте еще раз проговорим, как мы с вами вели работу. Начинаю я всегда с карандашного наброска. Хотя можно начинать сразу же и с проработки вашей работы линером. Это даже будет большой плюс, поскольку так быстрее набивается рука. После того, как вы сделали карандашный набросик, обводим работу линером. Не обязательно вести работу сплошняковой линии. Достаточно показать лишь общий контур. Линию можно прерывать. В данном работе я использовала линер тоненький 0,1 мм. Если вы любите линии потолще, можете брать, конечно же, линер с более толстым наконечником. Работу маркерами мы всегда начинаем с вами со светлых тонов, чтобы не перетемнить работу. Сначала прорабатываем общий тон и только потом прорабатываем контраст общий и добавляем теней и бликов. Блики я всегда добавляю белой гелевой ручкой и белым пастельным карандашом. Лучше всегда сначала прорабатываться белой гелевой ручкой, поскольку она перекрывает тон маркеров плотно, а белый пастельный карандаш только намечает общий легкий белый тон. На этом все. Отмечайте ваши работы тегами ArtMeteer, SketchMarkers и ArtMarker.